Добрый день! Я приветствую всех участников онлайн-семинара на базе КФХ Тронь Краснодарский край. Меня зовут Наталья Брацилова, я представитель компании Докогенные технологии. Докогенные технологии это селекционно-генетический центр, семеноводческая компания, расположенная на севере Московской области, в Митровском районе, село Рогачёво. Преимущество нашей компании это полноформатное семеноводство, то есть полный цикл от пробирки до производства элитных и репродукционных поколений семян, соблюдение севооборота четырехпольного и полный контроль качества благодаря собственной лаборатории. Сегодня мы посмотрим на сорта, которые мы представили на высадку. Это шесть сортов. Все сорта можно характеризовать, по всем характеристикам они подходят для выращивания раннего картофеля в южных регионах. Начнем с сорта Кармен. Кармен получил свое... хочется сказать сразу о названии, откуда этот сорт получил название, потому что от него буквально невозможно отвести взгляд. Он очень яркий, как и само название. Кармен это ассоциация с оперой Безе Кармен и ассоциация с чем-то ярким, неотразимым, привлекающим внимание. Это первый сорт российской селекции, ранний сорт, который отличается ранней спелостью, очень высоким потенциалом урожайности. И такая кожура, обратите внимание на кожуру, ярко-красная кожура и плотный темно-красный подкожурник, что делает этот картофель очень высокотоварным, пригодным к длительному хранению и мойке. Сорт Гэтсби. Это сорт шотландский, один из последних сортов шотландской селекции. Отличается крупной и малоклубневостью, как вы видите. Клубни немного, но они все достаточно крупные, сформированные. Несмотря на экстремальные условия, которым подверглись эти посадки, картофель набрал практически вес и товарную форму. Есть ли какие-то недостатки, которые вы видите, например, или нет? Нет, этот сорт жара-засухоустойчивый, он стрессоустойчивый, недостатков не вижу. Очень хорошее состояние ботвы, растений, то есть не видно никаких заболеваний. Перенес эту весну достаточно экстремальную, картофель перенес очень хорошо. И надо сказать, что для нового сорта, который проходит испытания последние годы, уже внесен в Росреестр, это очень новый сорт, он показывает себя отлично. Тут мы представляем сорт индиго. Вы видите, какие кусты очень сильные, прямостоячий куст. Это очень мощный сорт картофеля. Это первый сорт мировой селекции, именно отличающийся и насыщенным цветом мякоти, фиолетовым, и выровненностью клубни. То есть сейчас он немножко не дорос, клубни очень много, он дает очень много клубней, но он среднеранний, ему нужно немного больше времени для вегетации, для накопления урожайности. При этом он достаточно высоко урожайный, до 50 тонн с гектара можно получить. Это сорт эксклюзивный для органического земледелия. То есть он благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов, он подходит для органического земледелия. Название он тоже свое получил от ассоциации с чем-то необычным. Индиго это не только фиолетовый, но и необычный. Есть опыты, когда он показывал урожайность при полноценном питании, химической защите и без нее, если брать именно органический продукт? Нет, это достаточно новый сорт, то есть он пока возделывался при традиционном земледелии, но на некоторых сортоиспытаниях его возделывали по органическому земледелию. Но результатов на данный момент с собой нет, но благодаря его химическим свойствам, благодаря тому, что в нем доказанное содержание витаминов и антиоксидантов в три раза выше, чем в обычном картофеле, он подходит для такого возделывания. Сорт Реал, несмотря на название, испанское название, которое ассируется с королевским сортом Реал, это российский сорт, это сорт российской селекции бренда Дока Джин. Это очень мощный, крупно-клубневый сорт, и его можно по праву назвать ультраранним. Из всей линейки сортов он имеет наименьший срок вегетации до 55 дней, и сортоиспытания действительно доказали именно на юге России, в Краснодарском крае, показали, что он идет наравне с такими сортами, как Ривьера и Коломбо. Здесь, на данном участке, он, я считаю, не проявил полностью свой потенциал, потому что закладка клубней здесь получилась недостаточно большая, он не набрал еще вес, но, опять же, из-за тех факторов, которые были озвучены в начале, из-за заморозков, из-за холодов, то есть такие ранние сорта, они не любят холодную почву и отрицательные температуры, то есть все жаро-засухоустойчивые сорта, они все-таки для их развития требуются теплой погоды и высокие температуры. Но он жаро-засухоустойчивый, он пластичный сорт, экологически пластичный, и по виду, в принципе, клубней сейчас вы видите, что у него мелкие глазки, прекрасная форма, кремовая мякоть и, ну, абсолютно товарный вид, то есть нет никакой дуплистости, невырованности или других каких-то физиологических нарушений. Или остальные экологически пластичные? Ну, есть интенсивные сорта, да, такие как коломба, которые требуют постоянных, ну, то есть очень много удобрения, рашения, то есть они не могут набрать вес без применения технологий интенсивного производства. Есть сорта более пластичные, такие как Реал и последующий наш сорт Ластрада, то есть они продолжают накапливать урожайность и в стрессовых условиях, в условиях высокой жары, высоких температур. Это пластичные сорта, и такие сорта, на наш взгляд, очень важны для южных регионов России, поэтому мы уделяем им особое внимание и постоянно испытываем их. Сорт фламинго. Также это ранний, средне-ранний сорт, он дал очень много клубни. Здесь мы видим здоровые растения, но он тоже не добрал еще товарную массу, ему нужно еще немного больше времени. Но клубни вы все видите, очень интересный цвет, то есть фламинго получил свое название с ассоциацией с оперением птицы фламинго. Это розовый цвет с перламутром. Если помыть эту картошку, то очень будет виден именно розовый перламутр. Он привлекает внимание, очень красивый товарный сорт, пригодный для хранения и мойки. Ну и наконец, напоследок наш рекордсмен, уже проверенный не первый год на юге России, сорт Ластрада. Сорт шотландской селекции, настоящий рекордсмен по урожайности. И это не просто слова. Этот сорт в 2019 году занял первое место по урожайности на всероссийском Днеполе Фатагра во Владикавказе, причем со значительным отрывом от конкурентов, российских и зарубежных. Его можно охарактеризовать как наиболее урожайный и экологически пластичный сорт для традиционного рынка раннего картофеля. Отличается он быстрым накоплением урожайности, красивым видом клубней. Практически все клубни набирают товарный вес, то есть маленьких клубней очень мало, меньше 15-10%. В данных условиях на базе КФХ Тройн сорт показал себя достойным. КФХ Тройн, несмотря на стрессовые условия, он тем не менее доказал свою характеристику стрессоустойчивый сорт. Буквально в прошлой неделе подкапывали клубни, были меньше в два раза, то есть сейчас 5-6 дней и клубни уже набрали вес больше 55. То есть это без слов характеризует его как действительно рекордсмен из всей нашей линейки сортов.